Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая, психологическая комьюнити. И как и обещал, я продолжаю рассказывать о детской патопсихологической диагностике. Коллеги мне подготовили вот такие вот слайды, я сейчас вам их покажу. Я думаю, что по этим слайдам мы еще будем проходиться не раз. Мои коллеги будут выступать вместо меня, замечательные женские голоса вам будут рассказывать о тех патопсихологических методиках. И не только, возможно, детских, но прежде всего детских, потому что с этим в России вообще провал. Ну, давайте начнем одним словом. Итак, первый слайд. Надеюсь, у меня получится. Первый раз так снимаю в таком формате. Нет, у меня не получается. Так. Прошу прощения за техническую накладку. Вернемся вот к этому слайду. Итак, детская патопсихологическая диагностика. Цикл видео, посвященных этим вопросам. Детские методики делятся на две категории, условно говоря. Это количественные и качественные психодиагностические методики. Как и для взрослых, так и для детских. Есть с удивлением количественные и качественные методики. Качественные имеется ввиду, где оценка производится исключительно специалистам, высокоспециализированным специалистам, понимающим, что такое патопсихология. А количественные методики, наверное, всем понятно. Это различного рода тесты, опросники, которые можно посчитать. То есть выразить итоговые результаты этой диагностики в каких-то цифрах, диаграммах и тому подобных вещах. Качественные и количественные. Итак, диагностика внимания. Первое, что мы видим, это методика. Очень хорошая методика. Называется она так и называется без всяких там прикрас. Внимание. Вторая методика это проба таблицы Шульте. Всем она известна. И у нас существует стимульный материал специально для детского варианта этой самой методики. Идем дальше. Такая замечательная ангел. Подобная девушка. Диагностика памяти. Это прежде всего опосредованное запоминание по Леонтьеву. У нас их два варианта. И мы их реализуем. Так. Диагностика мышления. Это следующие методики. Пиктограммы. Исключение предметов. Несколько вариантов. Четыре частности. Исключение лишнего слова. Три варианта. Три варианта этой методики исключения лишнего слова. Аналогии. Невербальные простые. Аналогии простые. И второй, третий вариант. Тоже аналогии простые. Четыре варианта. Аналогии простые. Установление последовательности. Закономерности. Вернее, если быть точным, классификация предметов, самая любимая мною методика, сравнение понятий, существенные признаки, метафоры, пословицы и поговорки. Ну и плюс ко всему у нас есть детский вариант методики Равена, Джорджа Равена. Идем дальше. Диагностика эмоционально-волевой сферы у детей. Диагностика тревожности. Специальная методика для этого для детей разработана. Ну и, вы прекрасно его тоже знаете, детская перцепция тест или КАТ. Приобрести данные методики вы можете у нас, непосредственно на наш сайт, зайти на него, посмотреть перескуранции. Стоят методики абсолютно недорого. Соответственно, наш сайт, lpfo.pro, туда заходите и, соответственно, ознакомливаетесь. С тем полным набором методики, я вам перечислил тут несколько, да? Которые позволяют диагностировать в рамках патопсихологического эксперимента, эпидок называемого, экспериментально-психологического исследования, диагностировать детишек разных возрастных групп и категорий. В зависимости от их возраста, пола, гендерных различий и так далее. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok